Здравствуйте! В эфире второй сезон семейного проекта «Кулинарные старты». Еще одна известная уфимская семья прямо сейчас докажет, что и осень прекрасна, когда на душе весна. Ведь именно так поется в одной известной песне. Вы готовы? Тогда я предлагаю поближе познакомиться с участниками сегодняшнего выпуска нашей передачи. Халидубигичеву называют настоящим соловьем. Заливисто и очень красиво. С самого детства певица поет сразу на нескольких языках – русском, татарском и, конечно, башкирском. Халидубигичеву очень любят в Татарстане, в Башкирии и во многих других городах, где с большим успехом проходят ее концерты. Будучи еще маленькой девочкой, Халидатвердо решила стать певицей и четко шла к своей мечте. Сегодня, когда Бигичева отмечает свой, вы не поверите, 60-летний юбилей, в это верится с трудом. Такое впечатление, что она родилась на сцене. Ну а какая хозяйка, любимая народом артистка, мы узнаем сегодня. Друзья, вы даже и представить себе не можете, как я долго ждал эту встречу и, наконец-то, она состоялась. Да, наша любимая, замечательная Халидубигичева сегодня в проекте «Кулинарные старты». Добрый день, добрый вечер, здравствуйте и очень приятно вас видеть. Как настроение? Мы стоим на прекрасное, прекрасное настроение. Ну, еще бы, в ближайшие дни, а именно 10-го и 11-го октября, здесь, в столице Башкирии, состоятся сольные юбилейные концерты моей сегодняшней гости. Билеты разлетелись, как горячие пирожки, и раз уж мы начали говорить про пирожки, что мы будем готовить? Так, что мы будем готовить? Беляши. Беляши. Беляши, главное, хитрые такие, полезные, бездрожжевые. Ну, для того, чтобы быть в такой замечательной форме, как вы, для того, чтобы на сцене. Многие интересуются, как похудела, чего тебя довело. Как похудела? Вот, пожалуйста, сейчас секрет открою. Беляши. Беляши, бездрожжевые, пожалуйста. И еще один секрет. Все думают, кто же эта девочка, которая сегодня вместе с нами в кадре самого популярного семейного телевизионного проекта на местном телевидении. Хледопа, кто же эта красотка? Это моя красавица Алсу. Это мои самые лучшие друзья. Вот на моих глазах, втихонечку, втихонечку, каждым годом растем, растем. И вот такая красавица, моя солнышко рядом. Ну, привет, Алсу. Здрасте. Скажи, пожалуйста, ты знакома с творчеством подруги вашей семьи, скажем так? Возможно, она как фея в фильме «Золушка» приходит к тебе. Во всяком случае, глядя на вас, об этом можно подумать, дает какие-то советы, рекомендации. Тебе ее песни нравятся? Да. Какая самая любимая, самая известная и популярная, на твой взгляд? Ну, я не знаю даже. Все песни? Да. Хорошо. А ты кем хочешь стать, когда закончишь школу, например? Я хочу стать врачом. Врачом. То есть пение и творчество не для тебя? У тебя серьезное направление? Ну, может быть, буду певицей. А почему врачом? Потому что родители и врачи. А, как здорово. А не знаю, кто его знает там, да, ловля, что впереди ждет. А может, и певица будет около меня. А вы кем хотели? Да, стать в детстве. Всем хотела, всем. Что нравилось мне, и вот все это хотела. Уметь, учиться. Но, как все дети маленькие, хотелось быть артисткой. Что такое артиста? Может быть, до конца не понимаю, но думаю, я буду артисткой. А вот артисткой. Артистка вот такая вот артистка. И еще и хозяйкой. И хозяйкой. Хорошо. Люблю готовить. Тогда начинайте, приступайте. В статейник вы отправляете в первую очередь, что масло. Масло, масло отправляем. Или маргарин, да? Маргарин, масло. У кого под рукой что есть? Не обязательно, что конкретно. Но это все разогреваем масло попуше. Потом оно поднимаем. Хорошо. Ну, вот честно говоря, положа руку на сердце, вы часто готовите эти беляши дома? Потому что, раз уж мы сказали зрителям, что сегодня наша замечательная, любимейшая певица раскроет секрет своей фигуры, потому что этим вопросом задавались многие, увидев вас. Часто, часто. Это не портит. Как похудело? На беляшах это просто невозможно. Творчество, новая любовь, что у вас у звезд еще бывает? Я не знала, что будут такие вопросы. Да. Вообще жизнь сама по себе, она не дает на одном месте стоять. Это же здорово. Это здорово. Так. Такими мелкими вот так режем. Заодно вот надо и за детьми смотреть, вот такими мелкими. И обучайте их опять же, правильно? Обучайте. А как же, а как же. Они должны уметь на нас глядя. Потом удивляемся, почему у нас дети ничего не умеют. В это время у нас согревается. Заливается. Ага, и вы занимаетесь тестом. Пошел процесс беляшей на поле. А я пообщаюсь с Алсу. Алсу, скажи, пожалуйста, ты маме и папе, раз уж они врачи. Кстати, давай им передадим привет. Как зовут папу? Венер. Венер. А маму? Залия. Залия. Вам большой привет. Я думаю, что ваша дочь, ваша гордость. После сегодняшнего участия в программе, тем более, мои слова подтвердятся. Ты готовишь что-то, маме, помогаешь? Да. Например? Пирог. Пирог какой? Шарлотка. Шарлотку. Ну, я думаю, что яблоки еще остались все-таки. Октябрь на дворе, да? Угу. И я думаю, что... Еще раз приедем, шарлотку будем делать. С удовольствием. А вы вот так вот в тесто, прямо на доску. Все тесто, все остальное вместе сюда и можно. Угу. Честно говоря, я всегда думал, что у артистов не хватает времени на приготовление домашней еды. Все больше рестораны, приглашения и так далее. Я вообще домашняя. Я люблю вот дома находиться. Шепотушки соды и соли положить. Ага. По ходу дела надо все готовить. Вот у нас уже масло растаяло. Самое главное, чтобы у нас масло растаяло. Ах, вот так вот. Да. Масло растаяло. Остальное молоко добавляем. Я вообще-то все делаю на глаз. Честно скажу. Потому что бывает, я порой одна, или там вдвоем, или троем. Смотря сколько народу вас. Опыт уже позволяет вам, да? Опыт уже позволяет. Не доставать кухонные весы, мерные стаканчики. Нет, ничего не надо. И вот такая масса из топленого масла и молока у нас получилась. Правильно? Готовый, да. Скажите, пожалуйста, юбилейные концерты – это то, к чему вы шли сколько лет? Напомните. Шестьдесят. Шестьдесят лет к этому шло. Шестьдесят? Чтобы прийти к тебе в гости и кушать в гости. Я, честно говоря, на самом деле шестьдесят. Я думал, что просто я не решался, естественно, спросить. А в интернете сейчас чего только не напишут. У вас юбилейные концерты, приуроченные к шестидесятилетию? Да. Кстати, всех приглашаю. Ооо. Шестьдесят лет. Я приглашаю. Вы посмотрите на эту женщину. Покажите ее крупным планом. Шестьдесят лет, господи. Иншалла. Иншалла. Приглашаю всех. Шестьдесят лет. Творческий вечер, который состоится десятого. Умпа. И одиннадцатого. Одиннадцатого будет. Дворец молодежи. Молодежи. Наш с вами дворец. Дворец молодежи. Хорошо. Ну, а для того, чтобы вы так же молодо и свежо, как и главная героиня сегодняшних кулинарных стартов, нужно правильно питаться, любить, петь и, конечно же, заниматься спортом. Вы так долго мнете тесто. Зачем? Как зачем? Чем больше мы его мнем своими нежными, теплыми руками, это же живое все это. Тесто намного вкуснее получается. Вот этот энергообмен, да? А, потому что тепло от рук все передается. И главное еще, опять-таки, когда готовишь, о хорошем только надо думать, о хорошем только думать и вспоминать. Вот о чем вы сейчас думаете, о чем вы сейчас вспоминаете? Сейчас я думаю вот о своих юбилейных концертах. Жду своего любимого зрителя, чтобы вы пришли, чтобы со мной были эти дни. А самое главное, программу просто не объяснить. Ну, наверняка кто-то придет еще из ваших коллег. Все приезжают. У меня пять сестер, все, братья, все приезжают. Все в Уфу, да? Все в Уфу приезжают. И главное еще что? Каждый будет выступать. Каждый мне подарок приготовил. Кто поет, кто стихи читает. И все, ну как... Вся ваша семья? Все талантливые. Ага. Свои стихи, не чужие, свои песни. Ну, просто будет супер. Обязательно. Мы ждем вас всех. Как обещала, что сестренки мои около меня на сцене будут, особенно самые младшие, по сусейкам, которые собрали. Так. Маленький немножко остался. Мы все такие крупные. Ага. И что, да? Этот малыш, ваша младшая сестра, приготовит у сельской публики? И она хочет меня поздравить. Спеть хочет. Спеть? Да. Ну, а кто-то из ваших коллег придет, ведь у вас много друзей здесь на эстраде, в Татарстане, в Башкирии. Из Казани, из Казани. Очень много из Казани приедут. Рима Ибрагимова, моя любимая певица. Рячес Сабир, который будет вести программу. Отсюда дочеря Насырова. Прямо сейчас, прямо с Бухты-Баракты даже вспомнить не могу. Настолько много. Из Москвы Роза Хабибуллина. Это за одной деревней у Сенебеси. Многие уже знают ее. И из Уфы тоже мои гости. Это будет Ильхан, Далиев, Азад Тимеров. Очень много. Очень много. Это будет два незабываемых вечера. Здесь Уфер в середине октября. Я дожила до этого. Здорово. Дай вам Бог. Здоровья, счастья, благополучия. Начинайте делать с Беляши. Алсу, да, занимается салатом. Ну, надо же, как красиво у вас все это получается. Красиво, это хорошо. Самое главное, что вкусно будет. Ну, насколько вкусно, это нам еще предстоит выяснить. Да, и предстоит. Кстати, по поводу теста вы сказали. А вот по поводу фарша, вы ведь его принесли из дома. Фарш, в общем-то, фарш фактически я люблю, конечно, на Беляшах. Канину. А это что? Канина. Это канина? Да. Здорово, так. Фарш из канины. Это только канина здесь? Да, да, любое можно, но у нас... Такая сочная. Да, у нас вот так. И фарш обязательно добавляем. Соль, перец, лук, метко-мелко нашинкованную. Но я еще добавляю воды, обыкновенной воды. Фарш впитывать должен. Она не должна сухая быть. Вы так любите канину. Ну, вот мы даже с вами, когда крайний раз виделись на одном мероприятии, ушла одна, а эти без подробностей, да, где там главному виновнику, торжества, дарят коней, лошадей. Да, да. Стол такой. Целую неделю не ел, говорят, если мяса нет. Да попробуй только вот с салатами. Они просто раскидают на нас эти салаты и все, скажут, обидятся, это я не ел. Между прочим, среди итальянцев тоже очень много долгожителей. И они тоже с удовольствием едят и макароны, и мясо. Да, да, да. Но самое главное, конечно же, это то, из чего мы готовим, и то, на чем мы готовим. Сегодня мы с Халидой Бигичевой наши прекрасные беляши из конины будем выпекать на вот этой, посмотрите, пожалуйста, прекрасной сковородке. Да. Итальянской компании De Limano. Отлично. Выглядит замечательно. Я не могу просто удержаться. Это тем, кто... Прекрасно. Часто задает вопрос, ты вообще кушаешь на съемочной площадке? Вот для того, чтобы ответить, чем да, кушаю. Ну, беляши из конины ем впервые. Да, да. Без холестерина мясо полезно. Да, да, да. И я никогда не ел беляши из конины, когда мне поет замечательная наша любимая народная, вот любимая народом артистка. Можно вот сегодня исполнить еще одно мое желание, что я ем беляши из конины в кадре, такие сочные вкусы. Вообще прекрасно. И Халидая Бигичева сама мне поет. Халидая Бигичева сама мне поет. Браво, браво, браво. И беляши вкусные, и песня, что называется, в тему, да? Да, это в тему. Ну, а пока Халидая и наша замечательная помощница Алсу заканчивает работу над нашим кулинарным стартом, я с удовольствием хочу напомнить о том, что голосование за участников проекта продолжается. Это такое счастье, что вот уже второй сезон в эфире главного городского телеканала «Вся Уфа», которому, кстати, в этом году исполняется ровно 15 лет, идет наше семейное кулинарное шоу. Столько интересных, замечательных, дружных семей, родственников мы смогли увидеть в этом проекте. Кто ли еще будет? Халидая, Алсу. Ты заканчиваешь работу над салатом. Молодец, но не без помощи, конечно же, нашей феи. Ее беляши здесь очень красивые вам. Смотрите, какие красивые она. Да, я хочу побыстрее закончить программу. Знаете почему? Почему? Кушать хочется, да? Да, я так хочу кушать. Мне кажется, ты уже наелся. Нет, такие беляши я могу есть бесконечно и с удовольствием. Пока вы украшаете, я хочу украсить вашу жизнь накануне вашего юбилейного концерта замечательным подарком от наших друзей и партнеров программы «Кулинарные старты». Салон кожи, меха и главных уборов «Перфект» дарит вам вот этот сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Я думаю, что вы сможете выбрать нечто яркое, красивое, что будет украшать и согревать вас этой зимой. Прекрасно. Это вам. Огромное спасибо. Держите. И... Зорохнуть. Тепла вам душевного, тепла вам физического и благополучия вам и вашим близким. Я вот хотела бы приятного аппетита пожелать всем. Я люблю наши, риски, здоровья, здоровья, вкусной еды и побольше улыбок и таких песен, какие исполняет моя сегодняшняя гостья. Спасибо. До следующей недели. Для того, чтобы приготовить беляши по рецепту Халиды Бигичевой, вам потребуется 500 граммов фарша, лучше всего из конины. Для теста блинная мука, 2 яйца, молоко, сода, масло или маргарин, а также соль и перец. Для витаминного салата возьмите сельдерей, капусту, свежие огурцы, сок лимона, петрушку, растительное масло и лук. Приятного аппетита!